Вопросы на вопрос 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 В трактат Талмуде называется «Перкей-Авод», то есть «Поучение отцов». Там перечислены высказывания людей, очень авторитетных людей времен второго храма, так что их во времена Ешуа даже называли отцами. И именно об таком почитательном отношении к этим авторитетам Ешуа сделал фразу «Отцом не называйте никого на земле». То есть вот этих людей уважали, скажем так, слишком высоко, и Ешуа поставил это на место. И одним из таких людей был Шимон бен Шатах. Что мы о нем знаем? Что он родился в 139 году нашей эры и дожил до 38 года нашей эры. Он был главным судьей в Израиле при князе-президенте Иуде Бен Табае. Приложил много усилий для улучшения работы судебных учреждений, для поднятия авторитета Синедриона и восстановления его власти, для расширения школьной сети, упрочения связи между евреями и эрецей Сраиля диаспоры. В памяти его современников Раби Шимон запечатлелся непреклонным, нелицеприятным и объективным судьей. Однажды был вызван суд сам царь Янай в связи с преступлением, совершенным его рабом. Раби Шимон заставил царя выслушивать предъявленные ему обвинения стоя, в то время как судьи слушали дело сидя. И вот с этим судьей произошла такая история, что он дал одно изречение в результате этой истории, он дал изречение, и это изречение попало в Талмуд, и оно учится и изучается в трактате «Перкеявод». Значит, что произошло? Когда его выбрали в князе-патриархи, пришел человек и сказал, что вот возле Ашкелона в пещере живут 80 колдуний. Так, я не знаю, как вы отреагируете, я не знаю, как мы себе представляем эту историю, что бы произошло, если бы кто-то пришел к современному судье. Но дело вот в чем. Когда он занимает такую должность, обычно для того, чтобы приговорить так, колдовство наказывается смертью. Для осуждения смерти нужны два свидетеля, чтобы они удостоверили, что это так. Князь, когда имеет такой статус, его голос в суде считается как два голоса. То есть, его показаний достаточно для того, чтобы приговорить человека к смерти. Так вот, что делал Шимон бен Шатах? Так, я это подробно не перескажу, эту технологию. Что он сделал? Он лично пошел в эту пещеру, приготовил 80 здоровых парней рядом с пещерой. Он вошел в эту пещеру, и он представился колдуном, и сказал, что пришел для обмена опытом. И каждая колдунья показала перед ним свое колдовство. Так что он мог засвидетельствовать перед судом, что они действительно колдуют. После этого он по условным знаком вызвал крепких ребят, которые их притащили, вытащили и привели сразу приговор в исполнение. Вот такую операцию он сделал. Не знаю, как вам покажется эта история. Что есть, то есть. Продолжение такое. Родственники этих колдуний сделали... Двое из родственников казненных колдуний, они составили ложное дело, обвинили сына Шимона бен Шатаха в преступлении, которое карается смертью. И выступили на суде свидетелями. Шимон знал, что его сын невиновный, но на основании свидетельских показаний он должен был вынести смертный приговор. Я опущу подробности. Он действительно вынес смертный приговор. И дальше уже свидетели сознались в том, что да, они обманули, но после вынесения приговора, по тем законам, приговор отменить было нельзя. И сын действительно, невинный сын умер. И после этой всей истории он сказал такую фразу, из которой, которая вошла в Талмуд. Вот на этом основании он сказал так. Перкея вот, первая глава, девятый стих. Шимон бен Шатах говорит, тщательно допрашивай свидетелей и будь осторожен в словах своих, чтобы они, слова, не научили их, свидетелей или сторон, лгать. То есть, вопросы должны быть такими, которые не содержат внутри себя ответ. Например, да, в Новом Завете мы видим реализацию вот этого правила в трех местах. Значит, во-первых, осуждение Ешуа перед судом первосвященника. Заказное дело, но они не могут найти двух свидетелях, которые бы говорили одно и то же. То есть, вопросы должны были задаваться правильно. Они там, вопрос не должен содержать ответа. То есть, скажите, пожалуйста, значит, вы утверждаете, что этот человек в лиловой куртке и в розовых штанах вот такого-то числа, в такого-то месяца, в такое-то время действительно сказал фразу, что он идет ловить рыбу. И свидетель должен последовательно опровергнуть всякое утверждение, которое содержится в вопросе, а сказать, нет, это было он не в лиловой куртке, а в... И дальше так подробно все рассказать. Другому свидетелю задается вопрос, значит, так, у суда, значит, есть сведения, вы утверждаете, что этот человек... И дальше все перечислены, все другие подробности, сказал так-то-так-то-так. И снова тот человек должен сам вывести свое новое утверждение. Так что вопрос должен составлен так, чтобы судья, чтобы свидетель не лгал, а сам вынужден был сказать развернутым ответом, сказать действительно, что он утверждает. Сам сказать, нет, у него была такая одежда, нет, это было вот такое-то время, нет, он сказал это так, а не так. И вот после такого перекрестного допроса у Синедриона не было двух свидетелей, недостаточно было двух свидетелей для того, чтобы обвинить Ешуа. И там, вот в этом месте мы видим так. Другое место, Матфея 10, 16, Ешуа сказал своим ученикам, будьте мудры, как змеи, просто как голуби. Змейная мудрость, да, змей, кроме всех остальных символов и эмблем, змей, это первая личность, которая в Библии, в истории начала задавать вопросы. Умение задавать вопросы, может быть, здесь Ешуа просит своих учеников, чтобы они умели правильно задавать вопросы. И третье место, я тогда сделаю вступление, что вот этими приемами сейчас часто пользуются продажные агенты, что они заставляют человека отвечать на вопросы. Да, сначала идут три вопроса, на которые человек соглашается, на четвертый вопрос ему легче ответить «да», чем «нет». И там идут такие ключевые вопросы, это все механика выстроена согласно вот этих вот всех правил. То есть, это работает и сегодня. Когда мы с семьей ездили к моим родным, то в аэропорту Бен-Гурион есть проверка безопасности, нам стали задавать вопросы, я знаю эти вещи, я пытаюсь понять, какой смысл он имеет за этим вопросом. Он говорит, да, откуда вы приехали, да, вот мы приехали из Хайфы. Это вот все ваши вещи, да, это все, что мы хотели взять. Вы сами упаковывали вещи, да, мы их упаковывали сами. Говорит жена, и дети кивают, я пытаюсь подумать, молчу. Третий вопрос он задал, вы все взяли, вы все с собой взяли? Я вам перевожу, но я подумал, стоп, вот здесь вот в этом вопросе два смысла. Во-первых, вы взяли все, что вы хотели, или вы взяли все свое имущество, и может быть он подозревает, что мы отсюда хотим уехать навсегда, убежать от каких-то проблем. И жена и дети сказали, да. И он задает следующий вопрос, а, вы уезжаете домой и смотрят наши документы. И вот тут вот я перебил детей, я не помню, они сказали да или нет, но я сказал, нет, посмотрите, мы живем здесь, в Хайфе, мы не хотим уезжать на Украину, мы едем туда в гости, наш дом, Израиль. Он сказал, нет, нет, я не это имел в виду, но мы с вами понимаем, что он проверял. Итак, третье место, которое мы видим в Евангелии об искусстве задавать вопросы, что вопросы задавать надо, это Матфея 18 глава. Мы видим здесь суд, и вот именно по этому поводу, что свидетели должны говорить одно. Так, я прочитаю сейчас 16 стих. 18 и 19. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле, просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот он, 16 стих. Если же не послушать, возьмите с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Обычно, вот мы уже пришли к молитве согласия, да, правда? На основании вот этого местописания, вы его чаще всего слышите на молитве, вот нас здесь двое или трое согласны. Контекст здесь идет о суде. Да, давайте посмотрим. Матфея 18 глава, обличение согрешающего с 15 стиха и дальше. И дальше после этой фразы идет о прощении до 7 раз, до 7 между 70 раз. И дальше притча тоже о суде, о прощении, что царь начал считаться с рабами, которому дал 10 тысяч талантов, и человек его не простил. То есть, идет опять вещи о суде. Давайте, давайте, посмотрите. Вот это место, которое используют для молитвы согласия. Контекст другой, не о молитве. Идет два свидетеля в суде. Начнем с 15 стиха. Внимание, ваш мотив должен быть, для того, чтобы вы идете обличить согрешающего, мотив должен быть приобрести брата, а не быстренько перевести его на второй, третий, четвертый уровень. И доказать, что я прав. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть, что мы знаем? Что если у вас есть на человека какой-то личная неприязнь, то очень трудно доказать, чтобы второй и третий человек были с вами согласны. Взяли вашу сторону, и они утвердили ваше слово. И обратите внимание, вот эти два-три свидетеля. Свидетель. То, чтобы они говорили одно. Говорили одно. Вот под перекрестным допросом, как мы читали по инструкции Шимата Бен Шатаха. Если же не послушает их, скажет церкви. А если церкви не послушают, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То есть, когда два свидетеля говорят одно, то они имеют авторитет самого Бога. И все это происходит перед судьей. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле. Вот это слово согласятся, оно говорит в слове симфония. То есть, будут говорить одно. Согласятся на земле, просить о всяком деле. То чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Вот это судебное решение, оно будет запротоколировано, утверждено с небес. Послушайте. Я не говорю, что молитва согласия не имеет силы. Этот стих на ровной поверхности Писания, он выпирает, и он универсальный. Его можно применять в очень разных местах и в разных аспектах. Можно применять и для молитвы согласия. На что я хочу сделать акцент. Чтобы у тех двоих, которые соглашаются, были одинаковые слова, одинаковое видение, одинаковое желание получить какой-то конкретный результат. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Вот это собрание во имя мое. Два свидетеля. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Ишуа говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семидежды семьдесят раз. Ну, давайте расскажем про это, что, во-первых, вот эти четыреста девяносто раз мы можем прощать в течение одного дня в своей голове. Если человек нас раздражает, то человек может в течение одного дня, у него все время может возвращаться мысль, ну как он мог так поступить? Нет, я его прощу. Нет, ну он же сделал так, я не мог. Нет. И вот эта война в интеллекте, она может происходить в четыреста девяносто раз в один день. Что еще? Вот эта цифра. Да, на прощание. Мы тему вообще-то уже закончили, но эта цифра семь раз по семьдесят. Вспомните Даниила, кажется, девятая глава. Семьдесят седьмин определены для народа твоего для того, чтобы было изглажено беззаконие. То есть, другими словами, напоминая об этой цифре, Ешуа также говорит, что процесс прощения должен быть не до того момента, вот я досчитал до конца, вот теперь я тебе отвечу так, как хотел все эти четыреста девяносто раз, а для того, чтобы беззаконие было покрыто и грехи запечатлены. То есть, там в контексте это говорится о дате прихода Мессии. Тем, что вы прощаете, вы приближаете приход Мессии. И прощать надо до того, как этот грех полностью будет изглажен. Вот мы поговорили о контексте Матфея 18 главы. И немножко коснулись молитвы Согласия, на чем она основана в Священном Писании. Будьте благословены. Продолжение следует...